Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы говорим уже две передачи, две встречи, мы посвящаем фундаментальному, главному, смыслообразующему, церквообразующему таинству причастия. И очень много дискуссий возникало и возникает сейчас о том, как все-таки причаться правильнее, редко, чаще, ввиду того, что нет никаких предписаний, которые бы нам об этом говорили. Есть какие-то рекомендации одних святых отцов за частое причащение, есть рекомендации святых отцов за редкое причащение, есть какие-то фразы и слова известных преподобных отцов, старцев и так далее. И получается, человек находится в таком безбрежном океане свободы, он должен принять некоторое решение. Мы пытаемся помочь обрести весла, как минимум, хотя бы, для того, чтобы двинуться к нужному берегу, к нужному ответу. Разбираемся с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, отец Сергий. Добрый день, дорогие телезрители. Что вас так насмешило? Мне понравился образ. Я бы хотел, чтобы мы сегодня смогли перейти в практическую плоскость для современных христиан, которые действительно задаются вопросом. Итак, все-таки, частое причащение. Вот даже недавно кто-то мне присылал какую-то статью обвинительную против какого-то священника, что, мол, он в проповеди сказал, что частое причащение превращает причастие в простой бульон, к которому люди уже не трепеща приходят. И для них это вообще уже и не таинство вовсе. И вообще это полная утрата святости и, в общем, попрание святыней и так далее. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, ближе к концу сегодняшней нашей встречи, давайте все-таки поговорим о современной практике подготовки к таинству причастия. Как вообще появились, например, три дня поста перед причастием? Как появились покаянные каноны перед причастием? Как сложилось правило ко святому причащению? И как появилась практика исповедоваться перед причастием? В какой момент вообще таинство исповеди, утративав некую, может быть, свою такую сердцевину, стало всего лишь таинством фейс-контроля, дресс-кода к таинству причастия. И все на этом. Ну, тут столько вопросов, что, боюсь, что полчаса до... Хотя бы широко. Да, широко. Потому что, если кому интересно, есть исследования более подобные о том, например, как формировалось прямо по этапам, по векам последование к святовому причащению. Это более-менее исследованная тема. Есть там, значит, об этом написано, как оно возникало. Вероятно, здесь повлияла практика Лавры Савва, священного нашего главного монастыря. Как там они... Молитвы этих, там не очень много, эти братья сами молитвы. Это ядро, костяк. Они могли вычитываться прямо в храме. И поэтому не случайно мы вот прям в самих молитвах читаем, все приступают. То есть это читалось прямо вот... Там зачастую затягивался очень этот момент. И в ожидании причастия, потому что там своя была жизнь в этом монастыре. То есть устав Лавры Савва Священного, они там все сходились на воскресную литургию со своих. У них там свои были такие... Ну, это вообще целый город в пустыне. И вот они ждали там, пока причастались, сначала духовенство. И вот эти молитвы, как раз там немного, они читали, судя по всему, прямо вот по дороге к чаше. Потом, конечно, все это стало меняться. Но молитвы рождаются вот тоже достаточно ранее в Средневековье. Но они именно сами, они говорят о причастии. Мы сейчас не говорим о всяких дополнительных канунах, которые, собственно, к причастию не имеют никакого отношения. Вот все остальное, если вот обобщать и говорить широкими такими мазками, появилось, ну, дополнительный. Во-первых, трехдневный пост. Во-вторых, кстати, и не факт, что он вот тут трехдневный. Я все время спрашиваю, где написано, что вот. Вот, причем так, по-настоящему, в авторитетных источниках, что он должен быть трехдневный. Если мы начнем искать средневековый авторитетный источник, и вообще очень удивительную штуку обнаружим, в русских книгах, в том числе, там, по-моему, это было и в Типиконе, и в Славянском, и в учительном известии, что вообще-то говеть перед причастием нужно неделю. И вот как только ты это видишь, ты понимаешь, что это абсолютно разные реалии. Ну, то есть, таинство одно, а подходы к нему просто разные. Не могла такая практика появиться тогда, когда причались, ну, каждое воскресенье. Потому что если причаться каждое воскресенье перед каждым день, то это все время постишься. Круглый год, абсолютно. У нас и так в году очень много постных дней. Вот, так иногда перебор, кажется. Вот, а тут совсем. Понятно, что это просто две разные практики. Вот практика, когда постились два раза в неделю, среда пятницы, это очень древняя практика, мы об этом говорили в самой первой передаче, это вот не из того, что позднее там и кем-то придумано. Это прям первые самые христиане, вот, по заповеди Христа, как только учителях оставил, вот они стали, видимо, да. И вот Евхаристия и воскресенье. И вот мы видим средневековую практику. Раз в год причащаемся, тут можно и неделю, а можно и не неделю, можно и, ну, раз в год, ну, два, ну, три, ну, два-три, это уже четыре, это просто ревностные люди причащались, да, то есть там несколько раз в год, прям действительно. Вот, то есть считал, что там для Мирянина, может, и один раз достаточно, там, да. И вот такой нормой, ну, опять-таки, говорю, ее никто, так сказать, может быть, и не прописывал в литургическом смысле, что достаточно. Но мы помним, что на Руси, там, 18-19 век, вот эта даже формулировка сама возникла, да, понятие такое, как христианский долг. То есть вот ты должен, чтобы подтвердить свое, опять-таки, очленство в церкви, да, но тебе достаточно подтвердить раз в год. Причем это было обличено еще целым рядом полицейских совсем функций, потому что через это можно было достаточно удобно в том же 19 веке отслеживать, да, то есть предположительно сектантов, людей по факту крещения православных и пишущихся православными, на которые уклоняются от таинства, потому что они, там, тяготеют, к чему это, там, алакане, это могли быть скрытые, там, крипто, там, старобрядцы, криптораскольники и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что удобно, может быть, было писаться, чтобы не испытывать никаких санкций православным, а вот когда он был подтвердить и идти хотя бы раз в год к своему приходскому священнику, всей семьей исповедоваться, причаться, тут возникали вопросы. Священник таких записывал, там, небывшие у причастия год, три, пять, там, опять, это прям злостные, так сказать. И в этой графе всегда писалось, между прочим, священникам причина. Но он не всегда мог ее точно знать, там, мог написать, там, по неизвестным причинам, мог написать по... С кем он побеседовал, выяснил человек, что человек-то оказался действительно раскольник, или, там, тяготеет, или, значит, там, еще что-то. Или техническая причина его просто пять лет в селении. Он числится в селе, а он еще на заработку ехал в город. Так часто было. То есть он числится там, где в приходе, в котором были, а уехал на заработки, отхожий промысел, а его уже нет несколько лет в... Он так иногда гостиница семье передает, мужик, да, работает где-нибудь там в городе. Или вахтовым методом. Или бурлаком ходит по, значит, той же Волге-матушке. Вот, как не время Великого Поста, время отдать христианский долг, его нет на месте. Там еще что-то. То есть поэтому это вот превратилось, действительно, вот уж где формализация, так это вот в понимании того, что это некий долг, который надо вот напрячься раз в год, все силы, значит, собрать, погаветь, там, действительно, стать на недельку чище, чем вообще во всей остальной жизни, да, как говорил Анна Златоуст, прямо вот значит все это, стать достойным разок в году. Ну, я, мне вот эта ситуация кажется еще более нездоровой, чем ситуация, когда человек прещается, дерзает, прещаться каждое воскресенье. Дерзает, хочет, если он искренне понимает, что это за таинство, хочет быть в этом единении, жаждет этого. Их вопрос о том, что, а может ли частое причащение в таком случае послужить исчезновению благоговения, может. Но я не уверен, что раз в год вот этот вот формальный долг, это очень благоговейно. Да, у меня просто в такой момент сразу возникает вопрос, а почему тогда у священника не исчезает благоговение? У некоторых, может, и исчезнет, может. И это вопрос в том, что это эмоции, и здесь нет никакого внятного критерия. Ну, а если причащаться раз в год, исчезнет благоговение, может, и вообще не быть может. Вот мне надо, я знаю, это некая обязанность, повинность такая, я должен ее отдать. Для многих, собственно, в 19-х веке примерно так и было, засвидетельствовать свое членство в церкви, и встанется с меня раз в год и отстанется, потому что я больше ничего делать не буду. То есть, можно ли каждое воскресенье по-настоящему искренне быть в этом общении, еще и чувствовать свое единство со всей остальной церковью, а это еще и разъединение сильное, если ты раз в год только это делаешь, то у тебя до всех остальных, и это и соборность, и общинность, она тоже подтверждается частым все-таки участием в ней, потому что если раз в год этот долг отдал, то какой я член, собственно говоря, вот этого община, поэтому вот этот критерий, можно ли потерять благоговение при часе раз в месяц? Можно, а можно не потерять при часе раз в неделю. Ну, то есть, это очень, это эмоции, скорее, какие-то такие-то. На эмоции, понятно, воздействие очень хорошо. То есть, я логику понимаю, что если вот часто что-то делает, то может, ну, у священника тогда такая группа риска, у него благоговение на первом году служения должно испариться совершенно. А иногда, нет, это бывает как такими, синусоиды иногда бывает у тебя просто по внутреннему состоянию, да, бывает какие-то периоды упадка, да, ты так остро не переживаешь. А потом бывает, ты уже служишь, наверное, там, 12 лет, а у тебя, наоборот, только лишь созревает какой-то оса. Я по себе могу сказать, что честно, к стыду к огромному, к по-настоящему осознанному и такому, ну, скажем так, так, чтобы быть в храме и желать причаститься, даже если я не служащий, это не всегда так было в моей жизни, скажем так. Понимание того, что я, ну, достаточно молодой рук положился, и постепенно во все, то есть я понимаю, что я дозрел в каком-то смысле до вот того отношения к Ефхаристии, которое там через лет 10 служения только вызрало, настоящее благоговение. Очень, давайте... Я должен был что-то делать, я делал, да, и делал хорошо, старался делать все правильно, а от такого трепета не могу сказать, что всегда одинаково. Вот про исповедь, чтобы нам просто по максимуму успеть, а исповедь в какой момент становится? Вообще, когда это таинство как таинство появляется, и какие, может быть, функции оно это таинство выполняло в первые века, и в какой момент оно трансформировалось как допуск. Давайте сделаем так, поскольку у нас времени не очень много, мы, значит, поговорили, как появились... Закончим просто, скажу только фразу, что все дополнительные подготовки, аскетические практики, трехдневный пост или недельный пост, мы видим, что есть разные величины, там, значит, много молитв, потому что туда можно добавлять до бесконечности, есть Акафис перед причащением. То есть наши многие знают телезрители, да, и кто не знает, он есть. То есть можно себе правило сделать такое, что, опять-таки, логика какая? Это все было порождено именно в эпоху редкого причащения. Можно это считать, это, конечно, не очень корректно, может быть, условно такой, знаете, эпитемия, за то, что ты редко причащаешься, вот будь добр, значит, да, больше, чем те христиане, которым это было не очень нужно. А с исповедью, это я к чему, эту тему мы закрыли, сейчас про исповедь, а в самом конце мне хочется успеть в последние там несколько минут посвятить тому, а как же сейчас можно, нужно, какие есть там вообще варианты, и насколько сейчас все железобетонно, или есть какие-то действительно возможности. А с исповедью произошло, у нас есть вот совсем тоже в двух словах кратко, ну, действительно, изменение, я не скажу прям радикальное какое-то нарушение, но серьезное изменение понимания, то есть этого таинства. Таинство покаяния в древней церкви, судя по всему, это такое, значит, скажем так, таинство восстановления общения с церковью, потому что каждый раз, когда мы читаем молитву, и те, кто присутствует на исповедении, в принципе, слышат хорошо, что читает священник, и в это время не своими мыслями занят, а слушают, там есть такие слова, то есть по последней молитве соедини его со святой твоей церковью. То есть предполагается, что это таинство было установлено для врачевания тяжких грехов, когда человек, вот дав обеты христианской жизни и обещав оставить все свои языческие какие-то там, да, значит, уж совершенно непотребные для христианина, несовместимые с именем христианина, тяжкие грехи, там, будь то блуд, там, прелюбедяние, воровство, убийство, там, какие-то страшные вещи, ну, и менее страшные тоже, и вдруг по каким-то причинам их совершают. То есть мы можем предположить, что все люди люди, и возможность падения, увы, остается указ. Вот, причем еще в веке во втором была полемика, а не нужно ли таких людей навсегда из церкви изгонять, потому что ты же не выйдешь, ну, ты дал обеты, собственно говоря, ты обещал, ну, извини. И были такие, было направление церкви весьма ригористичное, что все, что покаяние возможно только перед крещением, когда ты отрекаешься от всей старой жизни, вот ты перешагнул порог купели, и все, а если ты потом возвращаешься вот на это вот все, то тебе не место, чтобы ты, так сказать, не разлагал церковь изнутри, но победила в церкви все-таки такое экономийное направление, что помимо купели и крещения, а мыться человек может еще и слезами. Но это сразу позиционировалось не как вот легкий путь, у тебя постоянно грешить и каяться. А там была очень серьезная система эпитемии. То есть это не вот просто-то, а дали возможность покаяния, все расслабились, и стали грешить, как не в себя, что называется, да? Вот. То есть вообще-то все понимали, что да, церковь тебя навсегда не выгонит, и навсегда церковь все-таки с любовью тебя не отвергнет, но от самого тесного единения сняет причастие в таких педагогических целях, тебя могут на пять лет, на десять. А учитывая то отношение к Евхарии, то есть вот даже само отношение, как может и семья появиться в современных условиях, когда люди не чувствуют такой потребности причащаться часто. Что значит, тебя отлучили на год? Я так раз год причащаюсь. Ну, отлучили на пять лет, я пять раз пропущу. Пять раз пропущу. А тогда, когда человек понимает, что это ежевоскресное собрание, и это вот и есть вот его единение, в том числе со Христом, и с братьями, и сестры, и вы хотите говорить, вот на пять лет ты отличаешься от причастия. Это тяжело очень. Люди каялись, люди плакали, и там могли быть сроки сокращены. То есть понятно, что все вот зависело от пастырской такой, да, какой-то попечения епископа. А сейчас вот, прошу прощения, в школе возникла эта тема. Сейчас как работает тема епитемий, механизм? То есть вообще это допустимо отлучать людей от причастия? Ну, строго говоря, на длительные какие-то сроки все-таки у нас прописано, что это к епископу вообще, если серьезные какие-то. Но я могу как священник все-таки временно... Вот ко мне сейчас человек пришел на исповедь, и сразу на меня вываливает, да, что вот он там вчера кого-то убил, не знаю, там. И я его должен допустить сейчас к причастию или нет? Наверное, нет. То есть вот я как бы на какие-то... То есть ненадолго, но в педагогических целях я всегда там на какие-то там... Ну, там, нередко человек приходит, но я не говорю, что это какие-то грехи там. С убийством, слава Богу, не доводилось таким откровенным. Человек приходит в начале поста, и что-то вот там много достаточно, действительно, там, каких-то тяжелых моментов. Я говорю, ну, давайте, вот мы сейчас не будем торопиться. Не то, что мы станем святей, но просто труд какой-то, да, тоже. Вот мы, давайте, как раз вот пост, да, а вот там к Пасхе ближе будем причащаться. То есть, в принципе, такая-то... Можно считать полтора месяца эпитемию? Можно, наверное, в основном. Я... Самое длительное, что я знаю, и это не я давал эту эпитемию, с чем я сталкивался, человека отлучили на три года. Его духовник в монастыре. Вот, в монастыре он ездил периодически, а постоянно был у нас в храме в Петра и Павла. Вот. И как-то я смотрю, я там только начал служить, человек ходит, все время постоянно, один из самых постоянных прихожан, но не причащается. Я как-то не выжил, ну, и спросил, а вот что, что может что-то вот как-то... Надо же узнать, что в духовной жизни человек происходит. Да не, говорит, все, я все понимаю, но просто мне пока нет. Я вот там, значит, вот поеду скоро к духовнику и кончится моя эпитемия там. Ну, то есть он спокойно воспринял. Сейчас просто еще не каждому и дашь. Оно же должно к пользе идти, к осознанию, к врачеванию. Этот человек это очень отрезвило и научило. А каких-нибудь сейчас, кто вообще это не понимает, да, и скажет, ну, развернулся, ушел вообще. То есть польза как бы... Можно, конечно, махнуть рукой, ушел, это его проблема, да, то среднего непослушания и прочее. Да, но не был наш. Вот не нужно ли как-то более гибко, пастерски, наверное, действовать в этих случаях. Поэтому сейчас на длительные сроки-то нет. Да и так это не будет работать. Сейчас на какие-то другие, да, скажем так, методы. Да, вернемся к исповеди. Но в древности, да, это было скорее это. И, естественно, в таком контексте с причастием оно было связано, но именно как отлучение. С одной стороны сначала отлучение, а с другой стороны вот эта молитва, она читалась, когда сроки пяти миги человека кончался, он торжественно воссоединялся. И вот самым торжественным для него было вот это вот снова, когда он мог причащаться, и как бы он причащался. То есть вот в этот смысл допуска к причастию он какой-то был, но только такой. Когда человек на какое-то время отстраняли, а тут ему нужен этот допуск. То есть свидетельство, что он прошел свою эпитемию, что он прошел ее достойно. Потому что эпитемия может смотреть, как он вообще, если он, знаешь, там вот, если представили, его просто эпитемию дали, а он все эти три года не появлялся в храме, допустим, да, или просто так вот на зло, какой-то такой жест такой, да, не буду ходить вообще, даже не буду ходить даже на литургию вот этих оглашаемых. Я думаю, что могли бы воспоследовать меры, что такие вот, вот, поэтому в принципе этот допуск был, но для тех, кто был реально отлучен. И, собственно, все. Если человек не совершал тяжких грехов, когда ему церковь официально сказала, значит, иди, стой в притворе, у него других ограничений для причастия не было. Но со временем появляется еще и монашество, и внутри монашества, судя по всему, вот наша практика связана в том числе и с монашеством. Здесь соединились эти две вещи. Вязать и решить, древняя практика, то есть, собственно говоря, которая выражалась вот в этом. И, с другой стороны, немножко иная. Это тоже как бы вот про исповедь, но это уже неизговорит. Если тут прям действительно власть взять и решить, то в монашестве это ежедневное открытие помыслов своих. Та немножко другая. Это, скорее, чисто педагогическая история. Она даже на наличие сана не предполагает. То есть, ученик приходит к старшему монаху вечером и делится с ним. Это тоже нормально. Всем, что за этот день помыслы какие-то, сомнения какие-то. А старший его корректирует и наставляет. Это духовничество такое. И я так понимаю, что это не я придумал, так сказать, описано достаточно тоже в литературе, что в какой-то момент в те же средние века это начинает немножко, так сказать, объединяться. И поэтому у нас сейчас принято через исповедь с самыми мелкими грехами проходить. Хотя, в принципе, по-хорошему, мы каждый вечер читаем ежевечернее исповедание грехов и как бы перед Богом мы открываем свое сердце. Если при этом нет каких-то таких вещей, которые влекут за собой серьезные какие-то там прещения со стороны церкви, это и не было. То есть, до какого момента это было параллельной вещью. То есть, открыто монашеское исповедь, условно говоря, открытие помыслов и вот. Но со временем, особенно здесь, к этому всему присоединяется еще и практика редкого пречащения. И выясняется. И тут уже логика другая. Если человек пречащается раз в год, а до этого не очень понятно, как он вот, да, жил, да, не всегда понятно, как он жил. Если он на виду еще более-менее, а если вот при больших приходах ты каждого не знаешь, то есть, вот он раз в год приходит, и вот раз в год его без исповеди к пречащию можно допускать, да, но, наверное, не надо. Потому что вообще непонятно, с какими грехами и так далее. А вот, а мы знаем, что действительно, не очистившись, апостол Павел, не просто, мы же не игнорируем эти слова, о том, что таинство великое, и можно, не дай Бог, им пренебречь, и будет плохо. Эти слова Павла никуда не делись, что Павел нам предлагает испытывайте себя. То есть, вот это испытание, да, если я чувствую, что мне надо очиститься, да, от грехов, скажем так, отлучающих меня от причастия, да, то есть, я иду на исповедь. Но поскольку это надо иметь очень развитое собственное, так сказать, чувство, да, то есть, вот испытание себя, а мы тоже вот не про каждого, так сказать, да, человек, можно так сказать, особенно если человек вот в таком отрыве, там, раз в год причащается, то, в принципе, это становится некой формальностью. Ты должен прийти на исповедь перед, мы понимаем, что ты должен изнутри себя испытывать, это Павлом еще сказано, но поскольку, вот, увы, значит, во времена Павла испытывать это не значит идти на исповедь к свящей, к пресвитеру каждый раз. Это значит, да, испытывать свою совесть с вами. И понимать, что вот сейчас я дерзну, там, тут я не дерзну, да, это зависит от того, в каком состоянии находится человек, вот. И Павел действительно говорит, что можно причаститься недостойно, этого вообще никто не отменяет. Можно причаститься недостойно. Но это скорее не про то, что вот не вычетов, это не формализм, это не буквально, это про то, что не примирившись, это про то, что у меня в сердце. Это с тяжкими грехами. Это вот те, тут люди дерзающие причастаться так, действительно, могут испытать на себе те, ну, так сказать, прещения, которые были над коринфянами. Многие из вас болеют, а некоторые даже умирают. То есть, не думаю, что апостол Павел имел в виду, если многие из вас недостойно причащаются, имел в виду, что они не вычитали три канона. То есть, наверное, это не совсем то. Тем более, что в эпоху Павла трех канонов не было. Никаких не было. Канонов до пятого, до пятого, шестого века не придумали еще. Вот. Как жанр. И, соответственно, со временем, вот, на это все налагается практика редкого причастия, и она, естественно, тут я согласен, готов согласиться, и сейчас должна сохраняться, и мы вот здесь уже можем перейти к современному, да, положению, что те, кто редко причащается, наверное, лучше, если люди будут исповедоваться перед каждым причастием. Сколько там, если несколько раз в год причащаются, но это имеет смысл. А если раз в месяц? Вот. Тут уже, значит, мы переходим, так сказать, к разным вариантам, да, что у нас сейчас, вот мы, в принципе, мы дали некий обзор, что, в общем-то, это не какая-то догматическая истина, это все вот эти нормы подготовки или какие-то аскетические практики предоэфористические, они так или иначе связаны с текущей ситуацией жизни в церкви. То есть в древности было так, потому что интенсивность была такая. Тут вот, значит, интенсивность стала никакая, да, и, соответственно, и там подготовка, да, наоборот, значит, если хотите, да, вот такой, значит, эпитемией для таких ленивых христиан. А сейчас мы имеем очень разнообразные практики в церкви, и, в принципе, единственное, чего не хотелось бы, я ни в коем случае не хочу говорить, что там плохие, кто там редко, нет, на самом деле, всем мы, да, то есть и каждый для себя на себе устанавливали. Тут у кого-то подлинный такой эфористический голод, да, и желание там каждое воскресенье. Кто-то считает, что ему вот в этом единстве достаточно быть несколько раз в год. Ну, пока. В любом случае, это здесь важная динамика. Если человек раньше вообще никогда не причащался, сложно сразу начать каждое воскресенье, ну, тут очень сильно переставится. Я понимаю, что когда человек только начинает проходить в храм, он вообще для него первое причащение, это что-то прям такое, вот там и подготовка, и все. И, в принципе, если человек раньше не причащался никогда, а стал 3-4 раза в год, это движение вот в правильном направлении. И вот если человек раньше каждый день воскресенье причащался, а стал 3 раза в год, ну, это скорее уже похоже на охлаждение. Тебе тоже непонятно почему, надо выяснить почему. То есть там, может быть, не всегда человеку полезно в одинаковом находиться состоянии. И, в любом случае, чего мне сейчас крайне хотелось бы избежать, это того, чтобы мы всех таких разных людей в церкви, которые у нас есть, всех как бы гребли вот какой-то одной такой гребенкой. И, слава Богу, 6 лет назад появился документ, который позволяет священнику с относительно спокойной совестью как-то корректировать эти практики. То есть это был документ об участии верных в Евхаристии. И то, что мы, скажем честно, делали, корректируя практики подготовки, те же причастие с нашими прихожанами постоянными, я лично делал давно, но делал все-таки с неким ощущением, а вдруг я что-то нарушаю. Все равно, как это вот у вашей матушки, некое такое навязчивое ощущение и комплекс самозванца или как это. Я вот делаю, я понимаю, что не могу возлагать на людей бремена неудобно носимые. Я вижу, что люди хотят, люди горят, люди хотят часто пречаться и стараюсь им облегчить. Что-то где-то разрешаю не делать. А думаю, что вот насколько я потом поизучал, я понял, что в церкви было совершенно по-разному, а потом, собственно говоря, церковь и подытожила, по крайней мере, русская церковь, этот документ, породив, от него ждали, кто чего, значит, ультраконсерватор ждали там с напряжением, что сейчас будет обновление, что векание света в этом документе, значит, более либеральное наше крыло ждало, может быть, с радостью каких-то совершений, и оказалось недовольным, что он очень такой, ну, умеренный все-таки, он взвешенный, потому что вот здесь вот такая материя, что что-то резко делать, это самое страшное, что-то одни сейчас сразу в раскол эти, или эти, или, значит, что-то еще. Там, в принципе, сказано, что да, мы сохраняем понимание о том, что надо бы, значит, вот иметь некую подготовку, а вот какую именно и в каком объеме все-таки зависит от интенсивности и фаристической жизни человека, и решает все-таки не он сам, а вот со священником, с бастом. Потому что понятно, что и там тоже есть некое сквозит, некое осознание, что, ну, иначе получается, что вот у нас священники какие-то особенные, да, для них особенные правила. Ну, потому что, согласитесь, вот мы между собой, вот как священники некоторые, которые прихожанцы по-прежнему продолжают сильно сторожить, и как все надо, я им говорю, отцы, ну, вот вы себя требуете так же, ну, вот вы поститесь каждый раз три дня перед Евхаристией, но мне пока ни один не сказал, что да, я пощусь, а я каждый воскресенье служу и пощусь перед каждым причастием три дня. А если я еще и служу посреди недели, ну, вы себе представляете, часто священник один в приходе служит, мягко говоря, не один раз в неделю. Он говорит, да нет, зачем, я не буду поститься, вон пуст, то есть я же часто служу. И вопрос о том, что почему мы не готовы тех, кто тоже как-то часто причащаться, возлагать на них какие-то, зачем-то другие какие-то времена. И человек так немножко задумывается, да, то есть у нас действительно нет отдельных требований к духовенству. По крайней мере, перед чашей ты в этом смысле мы все равны. И, соответственно, там тоже сказано, что в этом документе, что если люди стремятся к более частному причению, священник может, там прям уже вот действительно в документе русским пробелом написано, может не требоваться от них никакого троедневного поста. В принципе, достаточно является практикой, когда человек пойти в среду и пятницу и прищается в воскресенье. Тут ритм, в котором жили древние христиане. А с исповедью? С исповедью там более аккуратно сказано, потому что у нас больше всего наши ревнители боялись, что это таинство отделят от причастия совсем. Но, по крайней мере, там сказано, если человек прощается часто, действительно, каждое воскресенье, а еще если у нас бывают праздники в последние недели, там тоже сказано, священник может не требовать от него исповедиться каждый раз. Это уже совсем раз в три дня исповедиться, это что-то действительно какой-то нонсенс. Тут и раз в неделю-то, ну, на самом деле, если ничего такого тяжкого не произошло, ну, действительно, это все то, что ты можешь исповедовать вот в той молитве, которую вечером читаешь, там, на вечерних молитвах. Но, по крайней мере, там сказано, что священник может, вот, если человек там когда-то исповедовался, а сегодня пришел и сказал, я вот там исповедовался, а хочу еще и сегодня причаститься. Священник может просто благословить, иди и причастись. Вот, по крайней мере, такая возможность там священнику дана. И, по крайней мере, там проговорены очень важные конкретные вещи. У нас вот просто доходят до порой совсем страшных вещей до сих пор. В прошлом году или позапрошлом мне приходят люди и говорят, что у нас не будем называть ни приход, ни священника. Но это страшно, действительно. Это вот сейчас совсем не даджу после этого документа. У нас батюшка сказал, что на Светлой Седмице служить не будет литургию вообще. Он говорит, как так, вообще не будет? Будет, там, утреннее пасхальное, там, что-то. А литургию не буду. Просто не буду, он отменил. Потому что непонятно, как поститься. Его люди спрашивают, как так-то? Ну, вы же, говорит, причащаться пойдете. Он говорит, ну, да, у нас есть какой-то шестой Вселенский собор или пятый шестой, Трульский, который заставить нельзя, рекомендует всех, у кого есть возможность, по возможности, если вот там не работают, ничего, если у тебя есть такая возможность, причащаться каждый день на Светлой Седмице. Они говорят, ну, да, конечно, может, люди там прочитали про какие-то каноны. Он говорит, ну, вы же хрюшки такие, проститься не будете. Да, говорит, как же я вас буду причащать? То есть человеку проще отменить литургию. И я тогда минуту на две даже речи потерял, что еще до сих пор такое можно встретить. Лишь бы люди не пошли причаститься, не постясь, потому что поститься на Светлой, но большего сумасшествия придумать нельзя. То есть мы весь пост постились, Пасху встретили, и все, вот вы на Пасху, тут или на Пасху не разговариваетесь на Светлой Седмице, или поститесь еще три дня, но это просто, это такое совмещение несовместимое, или там святки, или вот в этом документе четко написано, что все эти дни можно причащаться вообще без всякого поста. У людей просто на уровне еды какой-то просто действительно пунктик, что если я вчера ел мясо, я сразу становлюсь недостойным. Я, извиняюсь, апостолы за полчаса до причастия ели мясо, и ничего. Отец Максим, спасибо огромное за столь многогранное и масштабное описание таинства причастия, разговор этот, который, я думаю, для очень многих расставил ну хотя бы хоть какие-то точки над Йонат, и спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, делать выводы, конечно, вам, но мы рекомендуем вам подумать и осмыслить таинство причастия для своей личной духовной религиозной жизни. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова